Несмотря на престижную медаль, тренировки по расписанию, Полина Шипунова со своей напарницей ганноверской кобылы по кличке Плазма заняли второе место на первенстве Сибири по конному спорту в Красноярске. Спортсменка всего полтора года в седле и уже такие результаты. Я с детства мечтала заниматься конным спортом, смотрела всякие фильмы, мультики, тем более у меня братья занимались в этой конюшне и, можно сказать, пошла по их стопам. Полина и ее лошадь обошли соперников из Кемеровской, Иркутской, Томской, Красноярской и Новосибирской областей. Резво и четко преодолели высоту в 105 сантиметров и тренируются на высоту еще больше покорять конный олимп. И Полину ничто не смущает. Какие-то такие непредсказуемые флаги были? Да, были достаточно много. Когда лошадь выпрыгнет или слишком далеко, или слишком близко, я не была к этому готова и вылетела из седла. Я садилась и прыгала этот барьер заново. Достойно представила край и восходящая звездочка конного спорта Екатерина Горкаева. До бронзы 12-летней всадницы не хватило считанных секунд. Цифры цифрами, а девочка – настоящий герой. На городских соревнованиях выступала с серьезной травмой – переломом ноги, которую получила за день до старта на тренировке по хобби-хорсингу. Это популярное спортивное направление – езда на игрушечных лошадях. Мы сначала подумали, что у меня все-таки растяжение или просто выверх. Я думаю, что пропускать день, может выступить. Обсуждали, насколько травма совместима с выступлением. Она очень держалась крепко, выступила с результатом высоким. И потом уже стало известно, мы, конечно, очень удивились, что терпению Катиному – это очень такой поступок волевой. Даже с травмой Катя приходит на конюшню. А дома на костылях и с гипсом оттачивает мастерство по хобби-хорсингу. Надеемся, что эта конюшня, конечно, будет существовать долго и будет какая-то поддержка, и этот спорт будет развиваться, потому что он очень много дает детям. Это животные, это большие животные, которыми дети учатся управлять, они учатся с ними работать, они получают какие-то эмоции. Ни один другой спорт не может дать тех эмоций, которые дает ребенку конный спорт. Материальная поддержка, конечно, необходима. На сегодняшний день Аграрный университет является главным инвестором в нашу деятельность. Пытаемся сами как-то еще с детьми, со спортсменами, сами себя отправляем на соревнования. По словам тренера, спортсмен развивается только участвуя в соревнованиях в других регионах страны. Поэтому каждый такой старт уже вклад в будущее. И не только самого спортсмена и его семьи, но и всего конного спорта края. Елена Макаренко, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.